Церковь без колокола, что человек без голоса. Первое, чего лишали храм смутные времена, это его колоколов. Поэтому сегодня возвращение колокольного звона – это большой праздник для всего прихода. Сегодня в храме Успения Пресвятой Богородицы, что на новостроении, прошел торжественный молебен и освящение четырех новых колоколов. Стараниями отца Дионисия, настоятеля храма, были собраны средства на их приобретение. Тем более, что усердимость силами прихожан прихода является действительно духовным достижением и великой радостью и прихода, и всей полноте нашей Латвийской Православной Церкви. Освящал колокола епископ Даговпилский Резагнинский Александр, который не мог не принять участие в таком важном для Православной Церкви событии. Это, конечно, большая радость, несказанная радость. Именно поэтому я просил отца-настоятеля, чтобы он подождал, он торопился, чтобы он подождал, чтобы я лично мог принять участие в этом редком пока еще для нас событии. Колокола для наших церквей отливаются в России, Белоруссии или в Украине. Четыре колокола храма Успения Богородицы приехали к нам из Воронежа. Кстати, этот город дал жизнь и другим колоколам для Даговпилской Резагнинской епархии. Прихожане не скрывали своего волнения и радости. После долгих лет забвения в храм шаг за шагом возвращается жизнь. И сегодняшнее событие – это еще одна ступень к возрождению церкви. Для нас это очень большая радость приобретение колоколов. Мы все помогали приобрести эти колокола. Конечно, когда мы пришли в этот храм вначале, это было все разрушено, ни колоколов не было, ничего. Конечно, для нас это очень большая светлая радость. Полтора года собирали средства на покупку колоколов для церкви на новостроение. Всего и в комплекте семь, разного размера и звучания. А это значит, что еще три колокола ждут своей очереди. И вскоре, благодаря усилиям отца Дионисия, прихожан и всех, кто готов помочь церкви, их звон присоединится к колоколам, которые сегодня были освящены в храме Успения Пресвятой Богородицы.